Давайте попробуем с самого утра сделать что-нибудь хорошее. Ну, например, улыбнёмся всем, кто рядом, и скажем близким несколько тёплых слов. Низкафе-классик, проснись для жизни. Хотя вместимость около 100 литров. Интересно только, как из этого бокала пить? Сделать что-то из стекла очень и очень непросто. Около двух тысяч лет насчитывает история выдувания стекла. Трудно ли работать стеклодувом в 21 веке? На собственном опыте выяснила наша съёмочная группа. По некоторым данным, каждый третий мужчина излишнюю ревность считает главным женским недостатком. Но этот недостаток есть далеко не у всех. Почему же одни женщины почти неревнивы, а другие, напротив, очень подозрительны? Учёные нашли ответ. Сегодня день рождения самой знаменитой индийской актрисы 21 века. Красавице Айшвари Раи исполнилось 37. Её называют королевой Болливуда. Гонорары у неё тоже королевские. 15 миллионов долларов за фильм. Звездой она стала рано, а вот, к счастью, в личной жизни шла долго. Ленков Первый канал. Быть одиноким так же вредно, как выкуривать 15 сигарет в день. К такому выводу пришли американские учёные. По статистике, женатые и живут дольше, и зарабатывают больше. Но многие убеждённые холостяки всё равно не сдаются. Спачкать ей одежду. Мы продолжаем. Сегодня день рождения червонца. Когда-то так называли все золотые монеты. В Советской России название «червонец» было официально введено 11 октября 1922 года. Потом оно закрепилось за банкнутами в 10 рублей. Ну а скоро «червонец» вновь станет только металлическим. Доброе утро, дорогие телезрители. Начинается новая трудовая неделя. На календаре понедельник, 11 октября. Как спасти деревню от вымирания? Смотрите наш репортаж из села Броди, Новгородской области. Доброе утро, дорогие телезрители. Начинается новая трудовая неделя. На календаре понедельник, 11 октября. Как спасти деревню от вымирания? Смотрите наш репортаж из села Броди, Новгородской области. Доброе утро, дорогие телезрители. Первый канал. В Америке сделали зеркало для измерения пульса. Что и говорит, современные технологии впечатляют. Но и о старинных средствах забывать не стоит. Ведь бывает, что кроме них ничего под рукой и нет. Пытаясь любым способом уйти, не удалось. Мы продолжаем наш утренний эфир. Амнибусы. Многоместные повозки предшественники автобусов. Они появились в 19 веке. Их тоже брали штурмом. Нашим корреспондентам посчастливилось прокатиться на самом настоящем амнибусе. Требует сейчас необычные новости со всего света от Вадима Лопаченко. В Европе теперь тоже есть свои панды-близнецы. Эти малыши появились на свет в мадридском зоопарке. Новый год, поздравления, подарки под ёлкой. Но разве не здорово? А вот в нашей энциклопедии русской жизни есть одна история о том, как безобидный подарок чуть было не разбил семью. Внимание! Кефир помогает отказаться от сигарет. Я предупреждаю сразу способ очень необычный, но кто знает, может быть, именно вам он подойдёт. В новом денье на его магазин. Мы продолжаем программу. Хорошая новость для всех, кто мечтает о капитальном ремонте или о новой квартире вместо ветхого жилья. Фонд содействия реформированию ЖКХ будет работать ещё два года. Ну, а значит, у вас есть шанс обновить старое или получить новое жильё за бюджетные деньги. Самозахват территории, строительство баррикад, подготовка к штурму. Нет-нет, что вы сейчас увидите, никакого отношения к военным действиям не имеет, но другими словами происходящее просто не описать. Даже неплохо, для начала января. Дмитрий Кузьмин, Равиль Менгалеев, Первый канал. Тысяча с лишним человек погибает каждый месяц в России от отравления алкоголем. Самое опасное время, это, конечно, праздники. Новогодние каникулы, к сожалению, не исключение, и многие в эти дни просто не хотят думать о том, что бутылка коньяка может оказаться смертельно опасной. Доброе утро в студии. Лариса Вербицкая на календаре вторник, 4 января. Ёлки, хлопушки, мишура, перед Новым годом они разлетаются, как горячие пирожки. Но кое-что всё-таки остаётся. И что продавцам со всем этим прикажется делать после Нового года? Как продать прошлогодний снег? Наш специальный корреспондент Дмитрий Курта-Января. Ёлки, хлопушки, мишура, перед Новым годом они разлетаются, как горячие пирожки. Но кое-что всё-таки остаётся. И что продавцам со всем этим прикажется делать после Нового года? Как продать прошлогодний снег? Наш специальный корреспондент Дмитрий Кузьмин поставил эксперимент. Доброе утро в студии. Лариса Вербицкая на календаре вторник, 4 января. Ёлки, хлопушки, мишура, перед Новым годом они разлетаются, как горячие пирожки. Но кое-что всё-таки остаётся. И что продавцам со всем этим прикажется делать после Нового года? Как продать прошлогодний снег? Наш специальный корреспондент Дмитрий Кузьмин поставил эксперимент. Доброе утро в студии. Лариса Вербицкая на календаре вторник, 4 января. Ёлки, хлопушки, мишура, перед Новым годом они разлетаются, как горячие пирожки. Но кое-что всё-таки остаётся. И что продавцам со всем этим прикажется делать после Нового года? Как продать прошлогодний снег? Наш специальный корреспондент Дмитрий Кузьмин поставил эксперимент. Выздоровление – это желание выздороветься. Так говорили древние мудрецы. И многие рецепты народной медицины дошли к нам из глубины веков и до сих пор успешно помогают. Опасные коребусы, ресторан на доверии и самый высокий новозеландец. Эти и другие интересные новости со всего света мы узнаем, как всегда, от Вадима Лобаченко. Я напомню, сегодня 27 сентября, и в этот день, в 1657 году, у царя Алексея Михайловича Романова, родилась дочь Софья. Впоследствии она стала первой женщиной, которая пусть и неформальна, но всё же правила российским государством. После... Всем пока всё. До встречи. Новый день наступил. Я желаю вам доброго утра. И сегодня у нас вторник, 27 сентября, в студии Лариса Вербицкая. Всего одна цифра. Ежегодно в нашей стране совершается около 7 тысяч сексуальных домогательств по отношениям к детям. Это прозвучит дико. Но преступниками могут оказаться даже близкие родственники. Новый день наступил. Я желаю вам доброго утра. И сегодня у нас вторник, 27 сентября, в студии Лариса Вербицкая. Всего одна цифра. Ежегодно в нашей стране совершается около 7 тысяч сексуальных домогательств по отношениям к детям. Это прозвучит дико. Но преступниками могут оказаться даже близкие родственники. Новый день наступил. Я желаю вам доброго утра. И сегодня у нас вторник, 27 сентября, в студии Лариса Вербицкая. Всего одна цифра. Ежегодно в нашей стране совершается около 7 тысяч сексуальных домогательств по отношениям к детям. Это прозвучит дико. Но преступниками могут оказаться даже близкие родственники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас поговорим о спасении от холодов. Кто-то в преддверии морозов покупает современные обогреватели, а кто-то не спеша идёт за дровами. Владельцы русских печек не боятся замёрзнуть, но уж тем более заболеть. Пальцов Людмила Титова. Первый канал. В Бразилии на берег выбросила кита. Добровольцы пытаются... 4 ноября. После программы «Время». Каждую первую неделю в июле в Италии проводится праздник пансонеллы. Да, я знаю, сейчас уже не лето, и мы не в Италии. Но если приготовить это потрясающее блюдо, то на душе сразу станет тепло и празднично. Так, во всяком случае, считает Елена Чикава. Дмитрий Ремезов, Татьяна Илюхина, Первый канал. Пусть это утро будет добрым, и нужно для этого совсем немного. Улыбка, несколько добрых слов тем, кого любишь, и глоток хорошего кофе. Низкафо-классик, проснись для жизни. Анкарина Макарян, Евгений Житков, Первый канал. Сейчас я предлагаю вам вспомнить совсем недавнюю историю. 90-е время бандитских войн. Время, когда преступные группировки боролись за сферу влияния. Боролись не на жизнь, а на смерть. Жить в раю, купаться в мыле, ездить в гости к Ерофею Павловичу. Каких только названий нет на карте России, как они появились, точно никто не знает. Местных жителей обычно это мало волнует. Всегда можно придумать красивую легенду, если, конечно, название благозвучное. А вот как быть жителем Бухловки, Пьянкина или Дурнихи? По закону, у станции скорой помощи должны находиться в 15 минутах езды от обслуживаемой части населенного пункта. Конечно, из-за пробок на дорогах время в пути может заметно увеличиться. Но врачи обязаны приехать. Обязаны, но приезжают не всегда. Совсем скоро вы узнаете, как правильно сжигать мусор на участке и что обещают астрологи на сегодня. И это еще не все. Мы продолжаем программу. Отомстить начальнику за обиду, низкую зарплату или несправедливое увольнение. Такое желание хотя бы раз в жизни испытывали многие. Ну а некоторые отомстили, навредив начальнику, ну а заодно и себе. Октябрь самое время играть свадьбы. В старину их справляли после сбора урожая. В этом году у влюбленных другая причина регистрировать брак именно в октябре. Паста. Доброе утро. Сегодня пятница, 8 октября. Мятые, рваные, грязные, но все равно деньги. Что делать, если продавец в магазине думает иначе? Сейчас разберемся. Доброе утро. Сегодня пятница, 8 октября. В кармане. Доброе утро. Сегодня пятница, 8 октября. Мятые, рваные, грязные, но все равно деньги. Что делать, если продавец в магазине думает иначе? Сейчас разберемся. Несвежести на целый день. Именно это обещают многочисленные производители дезодорантов. Стоит ли верить обещаниям? Если да, то как выбрать правильный? Давайте спросим Антона Привольного. Антон, доброе утро. Я приветствую всех телезрителей, кто смотрит сейчас первый канал. Сегодня у нас пятница, 15 июля. В Госдуму внесен законопроект об ожесточении ответственности за преступления сексуального характера в отношении детей. Педофилия – это действительно серьезная проблема. И для нашей страны особенно. Я приветствую всех телезрителей, кто смотрит сейчас первый канал. Сегодня у нас пятница, 15 июля. В Госдуму внесен законопроект об ожесточении ответственности за преступления сексуального характера в отношении детей. Педофилия – это действительно серьезная проблема. И для нашей страны особенно. Антон, Красноярск. И на даче, и в квартире, и на кухне, и в саду. Наши полезные советы пригодятся везде. И вот что на этот раз придумали наши домоводы. Мы продолжаем программу. У одной красноярской кошки теперь есть самый дорогой зуб. Зачем и кому это понадобилось, узнаете из нашего репортажа. Сегодня исполнилось 48 лет датской актрисе и фотомодели Бриджит Нильсон. За эффектную внешность, высокий рост и главное за воинственные роли в кино. Ее называют амазонкой. Впрочем, она не одна такая. Вот смотрите, жертва – домработница, подозреваемый сантехник. Но не все сходится в этой детективной истории. Распутывать двойное преступление будут детективы сегодня на Первом канале. Но самое главное – единственный в своем роде. Лето, отпуск, новые впечатления. Так приятно потом каким-нибудь зимним вечером обо всем этом вспоминать, рассматривать отпускные фотографии. И так неприятно, если фотографии получились плохо. Впрочем, достаточно одного мастер-класса, чтобы всегда выглядеть на снимке идеально. Второе. Второе. Но самое главное – единственный в своем роде. Лето, отпуск, новые впечатления. Так приятно потом каким-нибудь зимним вечером обо всем этом вспоминать, рассматривать отпускные фотографии. И так неприятно, если фотографии получились плохо. Впрочем, достаточно одного мастер-класса, чтобы всегда выглядеть на снимке идеально. Доброе утро. Я говорю всем телезрителям, кто смотрит сейчас Первый канал. Сегодня у нас пятница, 15 июля. Москвичка Галина Козлова уверена, магазин в ее доме отравляет ей жизнь. Причем в самом прямом смысле. Впрочем, обо всем по порядку. Доброе утро. Я говорю всем телезрителям, кто смотрит сейчас Первый канал. Сегодня у нас пятница, 15 июля. Москвичка Галина Козлова уверена, магазин в ее доме отравляет ей жизнь. Причем в самом прямом смысле. Впрочем, обо всем по порядку. В этот день исполняется 39 лет американской певицы и актрисе обворожительной Гвинет Пелтро. Впрочем, у каждого слоя уходля. Я напомню, сегодня 27 сентября. В старину считали, что с этого дня начинаются первые заморозки. Стекло выдвигается, а холод надвигается. Ну что ж, надеюсь, настоящие холода все-таки немного подождует. Ну а вот что ждать от наступившего дня, по мнению астрологов, сейчас узнаем. Первый канал. Модельный бизнес. Все, кто имел к нему какое-то отношение, рассказывают разное. Часто приходится слышать про агентства, которые вымогают деньги или попросту обманывают девушек. Мы решили отправить на кастинг нашего корреспондента со скрытой камерой. Впрочем, обо всем по порядку. Пришла осень, ну а вместе с ней вернулась мода на длинные юбки. Если в вашем гардеробе ничего подобного нет, пора исправить ситуацию и шить юбку самостоятельно. На все про все уйдет не больше часа. Доброе утро всем, кто встречает этот день вместе с Первым каналом. Я напомню, сегодня вторник, 27 сентября, и в студии с вами Лариса Юрбицкая. Оценить, насколько опасна обстановка, найти и обезвредить опасный объект, все это под силу роботов. Наш корреспондент Ольга Кустова наблюдала их работу на деле. Доброе утро всем, кто встречает этот день вместе с Первым каналом. Я напомню, сегодня вторник, 27 сентября, и в студии с вами Лариса Юрбицкая. Оценить, насколько опасна обстановка, найти и обезвредить опасный объект, все это под силу роботов. Наш корреспондент Ольга Кустова наблюдала их работу на деле. Доброе утро, сегодня четверг, 28 октября. Женские сумочки с противоугонным устройством изобрели в Малайзии. Если грабитель пытается сорвать сумку с плеча, ремешок автоматически отстегивается и остается в руках преступника. Но вот что делать, если у вас нет такой сумки? Суббота в Канале. Доброе утро, сегодня четверг, 28 октября. Женские сумочки с противоугонным устройством изобрели в Малайзии. Если грабитель пытается сорвать сумку с плеча, ремешок автоматически отстегивается и остается в руках преступника. Но вот что делать, если у вас нет такой сумки? Суббота в Канале. Доброе утро, сегодня четверг, 28 октября. Женские сумочки с противоугонным устройством изобрели в Малайзии. Если грабитель пытается сорвать сумку с плеча, ремешок автоматически отстегивается и остается в руках преступника. Но вот что делать, если у вас нет такой сумки? В гостях хорошо, а дома лучше. Героям нашего следующего репортажа эта поговорка может показаться, мягко говоря, издевательской. Такое у них, с позволения сказать, дом. Сейчас тема актуальная и вкусная. Какую колбасу взять с собой на дачу? Это предмет очередного исследования рубрики УТК. Антон, доброе утро. Доброе утро, Лариса. Возвращаюсь. До встречи. А теперь другая тема. Фирменный почерк преступников. Он помогает сыщикам не только в кино и детективных романах. Рыбе жира, это кажется, про него сказано. Все полезное почему-то обязательно. Жир, это кажется, про него сказано. Все полезное почему-то обязательно. Ужасно невкусное. Автолюбителей. Если у вас замерзла дверь, не обливайте ее кипятком. Краску это может повредить, а замок потом еще сильнее замерзнет. Открывать обледеневшую машину лучше по-другому. УТК, он выйдет в фирсов, всем скоро, не прощай. До встречи. Желание лучше видеть может довести до слепоты, если вы случайно купите ядовитую жидкость для омывания стекол в машине. Обычно поддельную незамерзайку выдает слишком низкая цена, но есть и другие признаки. Сегодня актеру Николасу Кейджу исполняется 47 лет. Недавно он отпраздновал свое второе рождение. Кейдж был на грани банкротства. Ему даже пришлось продать свои любимые замки. Это, кстати, лишь один из них. Но даже при таких мерах выбросы ситуации удалось с трудом. Но и этот подъемник был занят. Там соорудили гавайский бар. В общем, праздники соседи отмечают весело, с огоньком. А вот герои нашей истории поступают иначе. Они тоже веселятся, но не в лифте, а в ледяной проруби. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры 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 Алексею Дубровскому! 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 Мишукова! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Боится! Боится домашних проблем! По слухам! Субтитры Алексею Дубровскому! По преданию она обладает целебными свойствами! Ценится такой чайник, наверное, золото! Антона нельзя ли... Все они при знакомстве спрашивают человека, как его зовут? А стоит ли верить так называемым черным магам? Из ритуала это настоящее волшебство или обычная психическая атака? Более того, она с удовольствием с ними играет. А на Тайване в полном смысле слова играет с огнем. Там отметили праздник огнедышащих драконов. Подробности в обрике Вадима Лоботенко с Миропонятой. Более того, она с удовольствием с ними играет. А на Тайване в полном смысле слова играет с огнем. Там отметили праздник огнедышащих драконов. Подробности в обрике Вадима Лоботенко с Миропонятой. Руководство предприятия будут наказывать рублем, а работники получат компенсацию. Подробностями наш финансовый обозреватель Игорь Сей. Руководство предприятия будут наказывать рублем, а работники получат компенсацию. С подробностями наш финансовый обозреватель Игорь Сельцев. Более того, она с удовольствием с ними играет. А на Тайване, в полном смысле слова, играют с огнём. Там отметили праздник огнедышащих драконов. Подробности в лубрике Вадима Лобаченко с мурупонистом. Праздник драконов стоит везде. И сегодня ваше здравие будет звучать гимн. Гимн главному военному клиническому госпиталю страны. А на сцене академический ансамбль. Песни и пляски московского военного округа. Художественный руководитель и главный Игорь Йо. И сегодня ваше здравие будет звучать гимн. Гимн главному военному клиническому госпиталю страны. А на сцене академический ансамбль. Песни и пляски московского военного округа. Художественный руководитель и главный Игорь Йо. И сегодня ваше здравие будет звучать гимн. Гимн главному военному клиническому госпиталю страны. А на сцене академический ансамбль. Песни и пляски московского военного округа. Художественный руководитель и главный Игорь Йо. И сегодня ваше здравие будет звучать гимн. Соглашаясь выйти замуж, девушка, как считалось на счастье, должна была впрыгнуть в подставленную юбку. Этот предмет одежды очень ценится сегодня. Какие же юбки надо впрыгивать модницам, подскажет наш модный обозреватель Наталья Козловна. Паркур это развлечение для отчаянных людей, которые не слишком дорожат своей головой. Да и зачем она нужна? Бельгия, педали верчу, заработать хочу. Америка, плед на десерт. Таковы заголовки сегодняшней рубрики Вадима Лобаченко, мир помит. Бельгия, педали верчу, заработать хочу. Америка, плед на десерт. Таковы заголовки сегодняшней рубрики Вадима Лобаченко, мир помит. Тяне, они приводили человека в состояние транса, предлагая ему смотреть на каплю черню или на блестящую тарелку. Похожие приемы используют кипнотизеры и сегодня, и не всегда в благих целях. В динамических новостях слово и грехи. Разговариваются с каждым днем все больше напоминают животных. Но живут они не в веких джунглях, а в крупных городах и поселках. Смотрите сегодня на первом канале документальный фильм «Дети Маукли». Криминальная Россия. Заказное убийство – это всегда цепочка преступников. Поймать всех почти нереально. А в милиции города Серпухова это понимали. Надеяться совершенно нечего. С недавних пор к ней прибавилась еще одна «Как победить все люди». На борьбу с этой напастью нас повезет актриса Ольга Погодина. Но что делать, если не всегда ополчилась сама природа? Одну из главных экологических бедствий нашего времени – кислотные дожди. О них знают на всех континентах. Для них хрупкая, слабая женщина – идеальная жертва. По статистике даму грабят в полтора раза чаще, чем мужчин. Но защитить себя вполне реально. И новая мода. Все больше женщин заказывают бедра, как у Шарли Стерон. А вот сама голливудская красавица к операциям относится настороженно. Впрочем, ей они ни к чему. Сегодня у Шарли Стерон день до цены. Полностью довольна своей внешностью. Чего только дамы не делают, чтобы выглядеть лучше. А мужчины этот не ценят. Теперь стал гимнастикой и заметил один шутник. Увы, нельзя не признать его правоту. Только на Востоке еще помнят, что танцы призваны разжигать чувства. Так что, милые дамы, хотите улучшить свою личную жизнь? Лучитесь танцу живота. Из тюрьмы, чтобы поздравить любимую девушку с днем рождения. Погулял на вечеринке и вернулся в камеру. За это время его успели объявить в общенациональный розыск. Впрочем, во имя любви люди идут и не на такое. Автогражданке жить проще. Это подтверждают многие водители. Даже если попадешь в аварию, страховая компания заплатит. Но в последнее время страховщики все чаще требуют деньги назад. Предъявляют клиентам так называемые регрессные иски. Но этого одежда для настоящих мужчин. Так и считает актер. Утверждают. Замужние женщины гораздо счастливее одиноких. Но вот если супруг уходит к другой, брошенную жену охватывает такое отчаянное, какое одиночкам и не смеет. Другие дамы, не опускайте руки. Надо действовать. Вануату, в тот психом океане. Это показал международный опрос. Также очень довольны жизнью граждане Гондураса, Сальвадора и Колумбия. А вот США и Россия в рейтинге счастье в самом низу. Но жизнь можно сделать лучше, как сейчас научим. Поливаться, добрять и окучивать. Пора срывать, срезать и выкапывать. В ближайшие недели все огородники России займутся домашними заготовками. Запастись витаминами на зиму решила певица Виктория Дайнека. Так к любви это тоже относится. Наверное, поэтому среди западных звезд популярны брачные контракты. Только вот любви и додрова они все равно не гарантируют. Почти отказаться всего лишь от трех вещей. Завтрак, обеда и ужина. Но зачем же так себя мучить? Ведь для любой фигуры найдется подходящий наряд. И в этом и безусловно наш модный обозреватель Наталья Козлова. Лучше заедать. Есть предложение бутербродом с паштетом. То не простым, а овощным. Силе выступает артистом с длинными, нечувственными волосами. Якобы такой внешний вид пугает зрителей. Возно бы теперь продажи хенов и средств для укладки в этой стране. Силе выросло. Но прежде чем покупать фен, лучше послушать, лучше заедать. Есть предложение бутербродом с паштетом. То не простым, а овощным. Вы прийтили выступать артистом с длинными, нечувственными волосами. Якобы такой внешний вид пугает зрителей. Возно бы теперь продажи хенов и средств для укладки в этой стране. Силе выросло. Но прежде чем покупать фен, лучше послушать Антона Привозьмова. Недавно эта маленькая шрубкая женщина установила рекорд. За 12 минут съела жареную индейку весом 4,5 килограмма. Но зачем так торопиться? Сочную и нежную индейку не грязь и посмаковать. А как найти в магазине именно такую, знает Антон Привозьмова. Сла в квартире, положенного нам по закону. Если в течение 5 дней температура на улице не превышает плюс 8, это сигнал к началу отопительного сезона. Но часто коммунальщики бездействуют. Знакомо многим. А вот в среде древних римлян оно было редкостью. В те времена перед большим застольем обязательно пили капустный сок. Это отличная профилактика пахмелья. Кстати, капуста не только лекарство, но и лакомство. В американском штате Арканзан. В ее основе титановый порошок. Причем эту бумагу можно беспрепятственно сгибать и резать. Интересно, а окна ей можно заклеивать? Беспрепятственно сгибать и резать? Интересно, а окна ей можно заклеивать? Ну, когда-нибудь мы это узнаем, а пока воспользуемся обычной бумагой. Обращение со стороны взрослых. Как правило, изверги не чужие люди, а родные матери, отцы и даже дедушки. Селии на прилавках российских магазинах являются подделками. Утверждают отечественные идеи. Там считают, что состояние их общественных туалетов позорит их страну перед Плевечиной. А в России подобные опросы не поводят. Они часто им рука об руку. Иногда любовь толкает людей на жуткие преступления. Ладно, правда, сейчас они готовы выплачивать огромные суммы, чтобы эти шедевры никто никогда не видел. Слишком уж откровенные это были фильмы. Пепеч, хранит тепло трое суток. Конечно, если ее сложили и растопили правильно, давайте-ка узнаем, как именно надо это делать. Как мечтай, умная голова плюс умелые руки или умелые руки плюс умная голова. Все равно получаются портреты эксперта нашей рубрики «Полезные советы». Многим. А вот среди древних римлян оно было редкостью. В первые напередцы большим застольем обязательно пили капустный сок. Это отличная профилактика похмелья. Впрочем, капуста не только лекарство, но и макомство. В мире, положенного нам по закону, если в течение пяти дней температура на улице не превышает плюс восьми, это сигнал к началу отопительного сезона. Но часто коммунальщики бездействуют. Что насчет сарайшника, конюшника, банника? Наши предки верили, у каждой хозяйственной постройки есть свой добрый дух. И если наладить с ним отношения, жить будет отрепевающей. К сожалению, эти понятия идут рука об руку. Иногда любви дают лёгкость телу, сохраняют молодость и продлевают жизнь. Так написано в одном древнем китайском трактате. Современные учёные с этим абсолютно согласны. Но только мёд должен быть настоящим. На поиски такого отправился Антон Привольнов в ведущей рубрике ОТК. А ведь всё в наших руках. До первого января мы можем отказаться от услуг ЖЭКа и выбрать новую форму управления домом. Если сделать это грамотно, расходы на коммунальные услуги можно сократить. В России каждые 20 секунд происходит кража. Время сейчас, пока я произношу эти слова, у кого-то в автобусе вытаскивают кошелёк или выносят из квартиры телевизор. А ведь не стать жертвой воров несложно. Проходят пешком 100 тысяч километров. Это всё равно, что дважды обогнуть земной шар по экватору. Интересно, а сколько кругосветных путешествий уже совершил Вадим Лобаченко, ведущий рубрики «Мир и политики». Нарушения, например, нарушения правил дорожного движения не будут рассчитываться на основе минимального размера оплаты труда, как сейчас. Слово нашему финансовому обозревателю – Игорь Тиев. Когда поблизости не едина живой души и помощи ждать неоткуда. И не год, и не два, а несколько десятилетий. Трудно поверить. Но оказывается, такое возможно. Не для слабонервных. Тем не менее, сегодня оно очень популярно. На некоторых гражданах буквально живого места нет. Тему продолжит наш модный обозреватель Наталья Козлова. И ежегодно проходит в Сербии. На нём можно попробовать колбасу всех форм и размеров. Но каждый раз у организаторов возникает проблема, как сохранить излишки, оставшиеся после праздников. Помочь могут эксперты нашей рубрики полезную советую. Госпетриимство. Так советуют эксперты рубрики «Самооборона». Ведь он приложил столько усилий, чтобы попасть именно к вам. А значит, надо оказать ему самый горячий приём. Человек при разговоре с ним ненавязчиво копирует все его жесты и мимику. И он совершенно точно очень скоро тоже почувствует к вам симпатию. А вот любовные привороты и... 7 ноября первый канал начинает показ легендарного фильма «Тихий дом». Это последняя работа великого мастера Сергея Бондарчука. О замечательной картине, которая вернулась на родину спустя 12 лет после смерти её создателя, расскажет наш гость Владимир Кознер. Доброе утро, Владимир Владимирович. Доброе утро. Насколько я знаю, Сергей Фёдорович сумел смонтировать картину, но она осталась без озвучания. Кто взял на себя эту проблему? На самом деле... Сначала планировалась 10-серийная телеверсия и 2-серийная киноверсия. Но в результате мы, зрители, увидим 7-серийную. Снаменитый сейшельский остров Мао. Это единственное место в мире, где растут золотые, чёрные и красные бананы. А какие же бананы встречаются в наших магазинах? Это выяснял ведущий рубрики от Экадемира Кознера, который принимал активное участие в возвращении Тихого Дона в Россию. Не пропустите эту встречу. А мы продолжаем программу. Самое необычное блюдо, приготовленное в духовке. Этого звания заслужила работа англичанки Шерон Бейкер. Она слепила из теста себя, причём в натуральную величину, и запекла этот шедевр. Получилась хлебная скульптура. А что ещё можно приготовить в духовке? Сейчас узнаю. Их предшественники появились в России в начале 19 века, и первым прославился крестьянин Пётр Тилушкин. Он скарабкался на собор в Санкт-Петербурге и отремонтировал шпиль. За что и получил от государя медаль и 5 тысяч рублей. Призывают водителей австралийские власти и предлагают оснащать автомобили табличками. Ну, например, человек лихо обогнал другую машину и зажигает надпись на заднем стекле. Простите, так вышло. У нас водители извиняться не любят, и свою правоту они готовы отстаивать любыми средствами. Четная прическа, всё это прекрасно подходит, чтобы привлечь мужчину. Но вот чтобы его удержать, этого явно недостаточно. Тут надо проявить фантазию. Премьера легендарный фильм Сергея Бондарчука «Тихий дон». В роли главного героя Григория Мелехова выступил англичанин Руперт Эверетт. В Голливуде он играет аристократов и королевских особ. Но Бондарчук был убеждён, лучшего казака ему на всей фабрике грёз не найти. 105 лет ищет жену. Обращаться к женщинам не старше 50-ти. Такое объявление недавно появилось в одной из китайских газет. Не сомневайтесь, автор найдёт себе спутницу жизни. Неравными браками сегодня никого не зависть. Она находится в Москве. Она украшает спеклянную галерею Андреевского моста. Её длина 360 метров. Украшает спеклянную галерею Андреевского моста. Её длина 360 метров. Трудно, наверное, было её подвести. Укрепить обычные домашние светильники значительно проще. Трагизм фигуры. Сумел ли он это сделать? Это невероятно. Обязательно посмотрим. Спасибо, что будет с нами в день премьеры. Напоминаю, гостем нашей студии был Владимир Владимирович Познер. Самая длинная в мире люстра находится в Москве. Она украшает спеклянную галерею Андреевского моста. Её длина 360 метров. Трудно, наверное, было её подвесить. Укрепить обычные домашние светильники значительно проще. Но тоже довольно отвратительные. Всякие зелёные и прочее тоже. Есть один приличный человек, который проходит через муки адовые, теряясь. Вот интересно, Руперт Эверетт в одном из интервью сказал, роль Григория Мелиха для меня это мечта и кошмар одновременно. Ведь у меня нет с ним ничего общего. Как вы думаете, у российского зрителя невознеслики подобного? Вот интересно, Руперт Эверетт в одном из интервью сказал, роль Григория Мелиха для меня это мечта и кошмар одновременно. Ведь у меня нет с ним ничего общего. Как вы думаете, у российского зрителя невознеслики подобного? Он завершил монтаж. Насколько я знаю, да, первоначально планировалась 10-серийная телеверсия и 2-серийная кино-версия. Но в результате мы, зрители, увидим 7-серийную телевизионную версию. Почему произошли такие изменения? Видимо. Блюдо, приготовленное в духовке. Этого звания заслужила работа англичанки Шерон Бейкер. Она слепила из теста себя, причём натуральную величину. И запекла этот шедевр. Получилась хлебная скульптура. А что ещё можно приготовить в духовке? Сейчас узнаем. И каждый второй приговор суда не устраивает пострадавшую сторону. Людям кажется, что судебное решение слишком мягкое. В результате многие берутся восстанавливать справедливость так, как они её понимают самостоятельно. Место в Сейшельский остров Мау. Это единственное место в мире, где растут золотые, чёрные и красные бананы. А какие же бананы встречаются в наших магазинах? Это выяснял в ведущей рубрике ОТК Антон Пивона. Гражданина России. Это паспорт. Без него в наше время никуда. Но бывают случаи, когда паспорт теряет свою силу, и это может сильно осложниться этим. Это неподражаемая Рина Зелёная. Однажды она призналась. У меня детское восприятие в жизни. А Кармей Чуковский как-то сказал. Рина, вам никогда не будет больше 14. Сегодня день рождения нашей любимой адресы. В первые помощи входят не только пророщенные злаки. Почётное место там занимает лимон. Мало того, что это отличное средство от простуды, доказано, что запах лимона повышает работоспособность в полтора раза. Примером тому, ведущий рубрики ОТК Антон Привонов, он всегда бодрый в одну и ту же реку. Но можно дважды забить гвоздь в одно и то же отверстие. Это доказывают эксперты нашей рубрики «Полезные советы». Одном из языков Западной Африки означает «дух» или «божество». Для всего остального мира Вуду самое жуткое колдовство на свете. Говорят, с его помощью можно наслать на человека болезнь, превратить его в послушного раба, даже убить. Так ли страшна магия Вуду? Будем разбираться. Воду через несколько минут. А сейчас рубрика Вадима Лоботенко «Смир памятник». Обладатель Оскара, классик нашего кино, начал снимать фильм «Тихий дом» в начале 90-х, но на экраны эта работа так и не вышла. Спустя 15 лет первый канал представляет легендарный фильм зрителям и первую серию «Тихого дона» смотрите сегодня. Он не разбирается в информации, которая обычно указана на упаковке продуктов и напитков. Все подробности у нашего финансового обозревателя и гречения. За последние пять лет количество проституток в России выросло в три раза. И самое страшное, по данной милиции, постыдное ремесло все больше молодеет. На панели оказываются совсем юные девушки. Две с половиной тысячи лет назад родился человек, которому мы обязаны многим, в том числе изобретением будильника. Знаете, кто это был? Древнегреческий философ Платон. Он соорудил часы, которые свистом вызывали его учеников на занятия. А что интересного сегодня придумали наши домашние мастера? Сейчас узнаем. По некоторым данным, каждый десятый житель России уже купил какое-нибудь оружие для самозащиты. Но многие не догадываются, что иногда спасти жизнь может совершенно беззавидная вещь. Ну, например, «Свисток». Легендарный фильм Сергея Бондарчука «Фихий Дон». В роли платной медицине. Готовы ли платить за визит врачу? Результаты опроса у нашего финансового обозревателя – сегрессии. Работа всегда будет на высоте. Я говорю о промышленных альпинистах. Их предшественники появились в России в начале 19 века. Первым прославился крестьянин Фёдор Селушкин. Он в карабском ехать. Они объясняют это тем, что слабый повод природы обладает колдовской силой. И считают, что самые страшные проклятия насылают пожилые женщины. Мужчин после освобождения из тюрьмы уходят в монастырь. Среди женщин-преступниц только одна единственная решилась на добровольное затворничество. Их мужчин после освобождения из тюрьмы уходят в монастырь. Среди женщин-преступниц только одна единственная решилась на добровольное затворничество. Это совершают российские женщины каждый год. В большинстве случаев это так называемые бытовые преступления, направленные против родных и близких. Стань моим поручителем. Вот с такой просьбой иногда обращаются к друзьям и знакомым, люди, которые хотят взять в банки крупный кредит. К чему же обязывает такое поручительство? Слово нашему финансовому обозревателю Игорь Сеев. А там грабитель роется в ваших вещах. Проявите к нему доброту и понимание. Этот человек наверняка потратил массу усилий, чтобы попасть в вашу квартиру. Так пусть в ней и остается до приезда милиции. Земля и так крутится. А значит и нам не стоит сидеть в лагородье, займемся домашними делами под руководством экспертов облики. Полезный совет. На его в первую очередь ищут пограничники и вынесивают служебные собаки. Наркотики. Чтобы провести их в страну, контрабандисты идут на самые невероятные треки. Слушает, как он говорит, гласит народная мудрость. А все заставит избранницу молча слушать заветные места любого кавалера. При этом некоторые мужчины слушать ну совсем не имеют. Чем еще ты помогаешь обществу. Японец, что такие рукобоясицы с этой фразой явно не знакомы. Он быстрее всех милей есть в сосиске. Четыре с половиной штуки в минуту. И тем, кто хочет собить этот рекорд, материал для тренировок поможет выбрать. Он так и будет. Некоммунальщикам растет сумма долго, ужесточается наказание. Некоторых пор злостных неполотенщиков выселяет из квартиры. Сима совершенно опасная. Радиация. Защититься от нее можно, но беда в том, что часто об угрозе мы даже не подозреваем. Сима совершенно опасная. Радиация. Защититься от нее можно, но беда в том, что часто об угрозе мы даже не подозреваем. Сима неочутимая смертельно опасная. Радиация. Защититься от нее можно, но беда в том, что часто об угрозе мы даже не подозреваем. Создание вслепую Брюс Уиллис и Кинг Беттензер запомнили надолго. Ведь для них этот фильм действительно оказался судьбоносным. Даня Слепой, Брюс Уиллис и Кинг Бессендер запомнили надолго. Ведь для них этот фильм действительно оказался судьбоносным. Программа «Богатые и знаменитые тоже плачут». Кто-то от радости, что наконец выходит замуж, а кто-то от ростовства, что потерял любимую драгословность. Подробности в нашей постоянной рубрике «Звездная жизнь». Любовь, зачем ты мучаешь меня? Наверное, каждый хоть раз в жизни вспоминал эту петельную точку. А что делать? Любовь – штука непростая, требует же. Любовь, зачем ты мучаешь меня? Наверное, каждый хоть раз в жизни вспоминал эту петельную точку. А что делать? Любовь – штука непростая, требует же. Любовь, зачем ты мучаешь меня? Наверное, каждый хоть раз в жизни вспоминал эту петельную точку. А что делать? Любовь – штука непростая, требует же. Лишает разума. Об этом много веков говорили поэты, а недавно с ними и ученые согласились. Уже доказано, что влюбленный мужчина пойдет на самые бежевные поступки, лишь бы порадовать свою даму сердца. Судите сами, не выцветает, не рассыхается, не боится химикатов, острых каблучков и тяжелой мебели. Служит до 20 лет, но только если грамотно его уложить. О том, что радиация может нанести непопородимый вред здоровью, знают все. Но не всем известно, что источник угрозы может скрываться в вашей квартире. Новые тенденции в мире моды. Топ-модели все чаще выбирают себе в спутнике жизни знаменитых музыкантов. Чем же оборачивается любовь к первой ноте, выясняла наш модный обозреватель Наталья Котлова. Читают археологи. По их словам, инжир был первым растением, которое люди начали целенаправленно разводить. Дело было 11-10 лет назад. С тех пор о пользе инжира написаны целые тома. И, похоже, Антон Привольнов прочитал все. Все должно быть прекрасно и лицо, и одежда, и душа, и мысли. И вот эксперты рубрики «Полезные советы» предлагают начать смешно. Энергетики. Они объясняют это тем, что слабый пол от природы обладает колдовской силой. И говорят, что самые страшные проклятия насылают пожилые женщины. Проклятия порой и вправду действуют. Расскажем чуть позже, а теперь с рубрика Вадима Лоботенко «С миру память». Банковского кредита – это настоящий стресс. Почему узнаем нашего финансового обозревателя Игоря Сеева? Ченых мужчин после освобождения из тюрьмы уходят в монастырь. Среди женщин-преступниц только одна единственная решилась на добровольное затворничество. Мужчин после освобождения из тюрьмы уходят в монастырь. Среди женщин-преступниц только одна единственная решилась на добровольное затворничество. Без совершают российские женщины каждый год. В большинстве случаев это так называемые бытовые преступления, направленные к родным и близким. Не отказывать, это фантастика, скажут многие, а другие им возразят, ничего подобного. Главное разумно планировать расходы. Без дельников земля и так крутится. Значит и нам не стоит сидеть в лагерике. Займемся домашними делами под руководством экспертов рубрики «Полезность». Тебе домой, а там грабитель роется в ваших вещах. Проявите к нему доброту и понимание. Этот человек наверняка потратил массу усилий, чтобы попасть в вашу квартиру. Так пусть в ней и остается до предыдущей милиции. Наверное, заветная мечта любого кавалера. При этом сами мужчины, ну совсем не умеют. Когда они вслепую Брюс Уиллис и Ким Бессенджер запомнили надолго. Ведь для них этот фильм оказался действительно судьбоносным. Столкновение с тернатами стало причиной ни одной авиатопострофы. С птицами-нарушителями на аэродромах борются всеми средствами. Стань моим поручителем. С такой судьбой иногда обращаются к друзьям и знакомым люди, которые хотят взять в банки крупный кредит. К чему же обязаны причинительства? Слово нашему финансовому обозревателю Игоря Сеева. Ужирные собаки. Наркотики. Чтобы привезти их в страну, контрабандисты идут на самые невероятные трюки. Точнее, это два слова. Контр, против, банду. Но, несмотря на свое иностранное происхождение, в России этот термин прижился давно. Появилась удивительная куртка. Она буквально напичкана электроникой. А в рукавах ей капюшонные, спрятанные динамики, микрофон, наушники. Несешь все с горы на лыжах, одновременно слушаешь музыку и молтаешь по телефону. А в других найденках этого сезона наш модный обозреватель Наталья Козлова. Папа, ну тогда никто не оценит, каких усилий это стоит. Мы с вами умели. Интересно, согласны ли с ним наши домашние мастера. И не все удается сходу, и мне кажется, припустим. В религии в США. Она не нагревает, а замораживает. Гладкий металлический. Он охладен до минус 30 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Фруктовая ловушка. Вы о такой слышали? Сделать её очень просто. В хозяйстве такое чудо-средство очень пригодится. Спасаться от мушкары. Мексиканский праздник Гелагеца. Картошка на крыше по-китайски и африканский уголок в Австралии. Самые любопытные новости со всего света в ближайшие две минуты. Вы представляете, около трёх тысяч человек ежегодно погибают от ударов молнией. И большинство жертв грозы – мужчины. За что же природа так ополчилась на сильную половину человечества? Солёные абрикосы – популярное японское лакомство. Их подают во время обеда перед основным блюдом. Пикантные плоды возбуждают аппетит и улучшают пищеварение. А что надо знать не только нам, но и продавцам о сладких абрикосах? Давайте спросим Антона Привольного. Доброе утро. Доброе утро. Александр Казатов, Дарья Бушина, Первый канал. Хлопья. Только хлопья и ничего кроме хлопьев. Это девиз одного ресторана в Чикаго. Все блюда там горячие и холодные с добавлением кукурузных хлопьев. Мы же будем их использовать для панировки мяса. Сегодня. После программы время. Шпроты и сантехник. Скрепки и даже уши. Все они удостоились чести быть увековеченными в виде памятников. За что же ушам, сантехникам и прочим выпала такая честь? Сейчас узнаем. Мэр прекрасно передвигается со своей новой ногой. Ну а сейчас еще о братьях наших меньших. Бежать запрещено. Это главное правило при встрече с незнакомой агрессивной собакой. Но многие об этом, к сожалению, забывают. Вопрос обсуждается на сотнях форумах в интернете. Его не раз присылали на наш сайт зрители. Детские подгузники из Японии, не опасны ли они? Внимание! Мы провели экспертизу, и ее результаты в некотором смысле сенсационные. Всем, кто смотрит нас в этот час, я говорю доброе утро. Сегодня у нас понедельник, 25 июля, в студии Лариса Вербицкая. И прямо сейчас о том, какой будет предстоящая неделя. Нет-нет, не думайте, что сейчас последуют предсказания астрологов или синоптиков. Спасибо за субтитры Алексея! Продолжение следует...